В российском Ростове-на-Дону этой ночью было неспокойно, было громко. Местные жители сообщали об атаке беспилотников. Кадры с работой российского ПВО публикуют очевидцы. Люди также слышали звуки взрывов. Официальной информации от местных властей по этому поводу пока нет. Астраханскую область России накануне также атаковали дроны. В Министерстве обороны РФ заявили, что якобы сбили пять беспилотников. Очевидцы публикуют кадры, где видно пролет БПЛА. Предположительно, цель атаки военный полигон и аэродром из-за воздушного нападения приостановили работу аэропорты Волгоградской и Астраханской областей. Кроме того, в России накануне горела электроподстанция. Как сообщили местные власти Курской области, дроны атаковали предприятия в Судже. В результате попадания БПЛА на территории возник пожар. Никто из работников предварительно не пострадал. В течение минувших суток украинские войска 147 раз вступали в бой с российскими захватчиками. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Кроме того, подразделения ракетных войск поразили два пункта управления россиян. Была уничтожена артсистема, а также два средства ПВО. Под огнем оказались и 16 районов скопления российских войск. В то же время самыми горячими направлениями остается Покровская. Российские захватчики при поддержке авиации 43 раза атаковали украинские позиции. Кроме того, оккупанты пытались продвинуться на Алиманском, Северском, Краматорском направлениях. Украинские войска продолжают удерживать позиции. Также россияне провели 18 штурмов на Торецком направлении. Бои шли в районных населенных пунктов Пивничное и Певденное вблизи Торецка и Нью-Йорка. Редактор субтитров А.Семкин